Девушки отдыхают Если у вас есть реплики и вопросы, пожалуйста, задавайте Обе темы у нас гости в студии, тоже в масках Мы соблюдаем те правила, которые предписаны Роспотребнадзором Стараемся и вас тоже призываем к тому же самому Берегите, пожалуйста, себя, берегите близких, берегите окружающих Константин Сетчихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии Добрый день Добрый день Шамиль Бузиков, коллега Константина по рабочей группе за ремонтом и содержанием дорог Здравствуйте, Шамиль Здравствуйте Ну а говорить мы сегодня будем об итогах дорожного сезона Какую оценку ремонту дорог поставят кировские общественники Это первая тема И вторая тема – это новый контракт на содержание кировских улиц Это дополнительный контракт Дополнительный контракт Спасибо, Константин, он меня поправляет Мы сейчас объясним попозже немножечко, что это такое, но сначала все-таки к итогам К итогам, ну итоги с одной стороны положительные, с другой стороны есть и отрицательные моменты Никогда в нашей Кировской области не бывало все идеально Что бы нам ни говорило Министерство транспорта Кировской области Какие бы пресс-релизы они бы не упускали на сегодняшний день Но проблема в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги Он существует И это основная проблема Нереализация тех объектов, которые были запланированы в рамках ремонта в этом году, в 2020 Это объекты, которые были запланированы в городе Кирове Это кольцевое движение в районе улицы Павла Корчагина, в районе Макария Тот объект, который не реализовали и денежные средства перенаправили на другие Можно сказать, нужды в рамках безопасности дорожного движения Но все равно объект не реализован, его переложили на следующий год Это тоже не очень все хорошо Потом в плане стоял студенческий проезд между Московской и Воровского Который тоже не реализовали и опять обещают нам реализовать в следующем году И так, вот бедный студенческий проезд Бедные студенты Бедные студенты, бедные люди, которые живут в этом участке, получается, в этом микрорайоне Им каждый год обещают уже на протяжении, наверное, трех-четырех лет Что этот студенческий проезд все-таки будет сделан Я видела там в интернете чуть ли не ставки делают уже, отремонтируют его в итоге или нет Но это такая же ситуация, мне кажется, как Сурикова Тотализатор уже можно, да? Да, давайте Сурикова не надо Можно уже зарабатывать Там как раз я живу Можно уже ставить доставки Это очень болезненно Даже все-таки мы увидим эти отремонтированные улицы, да? Ну и, конечно, основная проблема на сегодняшний день – это Кировичепецк Это улица Братья Васнецова в Кировичепецке, на которой мы не так давно, пару недель назад выезжали Смотрели, объект не реализован в этом году, хотя он был переходящий с 2019 на 2020 год Понятно, что его когда-нибудь сделают, сделают, я надеюсь, в следующем году Но на сегодняшний день уже есть официальная информация от Мини-Транса и от правительства Кировской области Что объект будет переходящий на 2021 год А он может переходить два раза? А вот этот вопрос, конечно, он не может переходить Каким образом они сейчас пытаются это согласовать с Федеральным дорожным агентством Росавтодор И непосредственно с Министерством транспорта Российской Федерации Вот этот сейчас момент, мы будем выяснять, по каким причинам они рассказывают Только по той причине, что, опять же, из официальных источников, которые мы видим Которые в пресс-релизе Министерства транспорта Они винят все какие-то сети электрические, которые они вдруг каким-то образом там обнаружили И по этой причине возникла данная коллизия То есть переносить надо было что-то куда-то? Или проблема в том, что ремонт какой-то должен был быть? И из-за этого затянулись сроки? По сути, получается, как они говорят, что да, там копали-копали-копали Нашли какие-то сети Нашли сети, при том, что эти сети снабжают город Ну, на этом кабелях город Кирово-Чепецк, практически одна треть города Кирово находится Кирово-Чепецк, да? Как так они были не учтены в проекте? Как так? И про них никто не знал, хотя одна треть города находится Ну, тут загадка для нас, да? Случайно обнаружили Случайно обнаружили, либо случайно кто-то просто не сделал свою работу, которую требовалось бы сделать, да? И в данной ситуации произошла вот... Ну, то есть это уважительная причина отчасти? Нет, конечно Нет? Надо разбираться, в этом надо разбираться Вот Шамиль может более подробно сказать Уважительная, неуважительная эта причина Ну, любые земляные работы, они, во-первых, согласуются Так Раз, а во-вторых, если мы их проводим То есть попадаем на какие-то коммуникации Мы в любом случае должны согласовать с собственниками этих коммуникаций Перед началом проведения этих работ И так, как, так, получается, что мы начали эти работы И бах, напоролись на какие-то сети Вообще какая-то, честно говоря, мелкая чушь Вот А как было на самом деле, скорее всего, было так, что Работы начали, кто-то где-то что-то Из-за какой-то халатности не доглядел, не досмотрел И так далее, и тому подобное Ну, в общем, одно на другое И все И вот так и получилось по факту то, что получилось Вроде бы раскопать, раскопали А что теперь делать? Давайте теперь с сетями вопрос решать Поскольку как бы с сетями не можем решить вопрос Значит, объект будет переходить Будем за зиму решать, получается Конечно, не зарывать же обратно то, что раскопали Мы сейчас будем выяснять, потому что есть официальная информация Есть неофициальная информация Вот когда получим все ответы на поставленные нами вопросы Да, мы, конечно, всем расскажем, в чем там была истинная причина И почему данный объект по чьей-то халатности Потому что там уже уголовное дело есть на сегодняшний день В рамках братья Васнецовых Опять же, там была халатность со стороны чиновника администрации Кирова-Чапецка Надеюсь, что на второе дело они не наскребут Но все идет к этому на сегодняшний момент И посмотрим, как будет протекать обстановка Ну вот я помню, к Кольцову Макария Там тоже были какие-то проблемы с документами Которые СТЗ что-то не позволяло подрядчику выполнить работы Там обвиняют проектный институт Проектный институт, который делал проект по данному объекту По этому поводу мы тоже сделаем в ближайшее время запрос Сейчас дождемся окончания реализации полностью И мы сделаем запрос в проектный институт Попросим все-таки их позицию услышать Они получили деньги за этот проект Сейчас этот проект им заплатили в стопроцентном объеме В чем причина? Либо правда был проект Тогда почему администрация не выходит в суд на проектный институт Если проект был очень плохой Все равно в этой ситуации мы так просто не оставим Будем разбираться до конца Что и по кольцевому движению Что по студенческому проезду Со студенческим это что в итоге? Со студенческим там просто не успели сделать проект Вот и все на сегодняшний момент Обещают, что его закончат в этом году Сделают в следующем Поэтому в следующем начнут реализовать данную улицу Надеюсь, что оправдаются пожелания администрации И все будет сделано Да, в общем объеме, если взять общий объем Реализация национального проекта Прошли неплохо Прошли даже очень хорошо Потому что были дополнительные денежные средства Выделены с федерального бюджета Практически все на сегодняшний день реализовано Пусть и отчитывается, что уже на 100% все реализовано Нет, конечно, но все равно как бы Прошли неплохо Не считая вот этих моментов Которые есть на сегодняшний день В рамках тех объектов Которые реализованы были по Кирове-Чепецкой И по городу Кирова Ну вот у нас сейчас слушатели есть И я так понимаю, что тоже с вопросом Либо с каким-то, не знаю, может быть даже есть претензии Добрый день Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Вера Александровна Я проживаю в микрорайоне Дружба города Кирова Так Я являюсь членом центра местной активности Меня очень волнует состояние нашего микрорайона Понятно, что есть историческая часть города Но наш район тоже не новый, далеко не новый И отношение к нему, мягко говоря, я считаю, безобразное Во-первых, я не занимая такую пассивную позицию Я неоднократно писала обращение Ковалевой, Печенкину В управление дорожной структуры Вот улицу Красина отремонтировали два года назад Но до улицы Грибоедова сделали асфальт А от Грибоедова вниз до улицы Зеленой Там метров, может, 300 бросили И уже третий... И даже на будущий год я вижу, что этого отрезка улицы Красина нет Я мотивирую... Почему я хлопочу за этот отрезок? Это дорога, во-первых, в детскую поликлинику на Красина 60 Огромное количество родителей с колясками едет Тротуаров нет, дорога вся разбита И никакие доводы Ник Печенкину, Николевой Никто не реагирует на наши просьбы Это во-первых Во-вторых, когда делали путепровод Обещали, что по улице Красина сделают тротуары Тротуаров нет До сих пор, да? До сих пор нет Понимаете, что я мотивирую чем? Смотрите, улица Красина в очень социальном плане важная улица У нас две школы, две больницы Управление милицией и так далее У нас огромный приток людей со всего города Идут по этим дорожкам, которые разбиты уже много-много лет То же самое, ни городская администрация Никто не реагирует на наши просьбы И более того, мне странно вообще Я даже задала вопрос Печенкину Он тоже дома делая от ремонта Половину комнаты покрасил, а половину комнаты бросил Вот у нас улица Пугачева От улицы Щерца вниз От улицы, правильно, Щерца вниз улица Пугачева Целый квартал тротуары не сделали Отчитались, улица Пугачева сделана У нас вообще нет тротуаров Смотрите, огромное количество ребят И в 40-ю школу приезжают И приходят по этим дорогам И в 32-ю школу Вы не голосовали, мы голосовали Нас просто выгинули, обманули Я не знаю, как можно половину улицы сделать А половину улицу бросить Какое-то странное вообще управление Решением проблем нашего микрорайона Ну, я не знаю, куда еще жаловать Я просто думаю, что такие реплики, да, возмущенные Они могут быть не только от жителей Дружбы Мне кажется, и в других районах, микрорайонах города Тоже есть улицы, которые там заявляются Например, в проект БКД, да Но вот никак не могут попасть в этот рейтинговый список Я просто напомню, что 12 ноября, то есть на следующей неделе Будут публичные слушания По списку тех улиц, тех объектов Которые попадут в БКД в 21-м, в 22-м годах Туда еще можно вносить изменения Поэтому, если вы можете Пожалуйста, в администрацию города В 5 вечера, насколько я помню, это будет Пожалуйста, приходите Либо можно позвонить На сайте есть телефон И мнение свое высказать И запишут его Ну, согласитесь, вот так не должно быть Я согласна, конечно, да Я не думаю, что это прямо из вредности все происходит Там, наверное, есть комплекс целых причин Проблема есть Спасибо за звонок У нас тут вот члены рабочей группы записали Я, как человек, который жил в этом районе Я прям подпишусь под каждым участком Который слушательница обозначила Правда, к детской поликлинике просто не пройти Нет ни дороги, ни тротуара нормального А то, что называется тротуаром Это вот такая вот тропинка Я не знаю, сантиметров 30 Ну, плитка, вот одна плитка Ширина одной плитки Которая вот она вот так вот вся покорежена То есть это правда до детской поликлиники не добраться А тот участок, который на Красино отремонтировали Как раз-таки у управления МВД Там теперь на том месте, где заасфальтировали все Там настолько огромная лужа Что перекресток Красино и Грибоедово просто не обойти А, то есть там море теперь, да? Там теперь море А там всегда так было Там всегда земляные работы Неоднократно там все это дело раскапывали Там трубы рвали Здесь всегда так жили То есть там вообще теперь Это нужно делать очень-очень большой крюк Чтобы эту лужу обойти Видимо там какие-то вот Либо естественные стоки, куда вода уходила Либо уж искусственные Я не знаю, там была ливневка, не была Скорее всего, нет В общем, что-то там пошло не так Вот как раз об этом и можно говорить По поводу 12-го числа Почему-то у нас администрация выбрала В этом году такой способ Собрать всех людей на общественное слушание При этом не провести общественное голосование Да, это законом не запрещается В рамках национального проекта Там два варианта Можете проводить общественное голосование А потом общественное слушание Они решили, что им общественное голосование не надо Хотя на протяжении, наверное, 16-го года Мы с вами проводили общественное голосование Но мне кажется, это как-то связано с коронавирусом, может быть? Ну, связано общественное голосование ты можешь проводить онлайн. Общественное обсуждение... По-моему, в интернете же предлагали какие-то улицы. Да, общественное обсуждение ты будешь проводить в актовом зале с соблюдением дистанции и каких-либо там масочного режима. Ну, каким лучше способом онлайн провести, если у нас связаны с коронавирусом какие-то моменты, да? Либо все-таки общественное обсуждение в рамках актового зала. А нас всех сейчас зовут в актовый зал. В 17.00, в 12.00 числа приходите. И, ну да, будем соблюдать какие-то моменты, да? Но я не думаю, что туда можно прийти всем горожанам города Кирова. Они вместят просто-напросто... Но есть номер телефона, насколько я помню. Есть номер телефона, я не вспомню его сейчас, но в перерыве, кстати, могу сбегать, у меня там бумага... Вот у нас, например, уже сейчас возникают вопросы, связанные с включением улицы Зеленина. Вот только-только недавно была информация, это во вторник, то, что администрация планирует к дому для переселенцев, который они сдали... Только-только сдали, да? Построить дорогу. Построить дорогу, но при этом... Да, с одной стороны, как бы замечательно, но эта дорога обойдется нам в рамках реконструкции, эта реконструкция будет там, потому что она требуется новая, ну, минимум там 20-50 миллионов рублей, да? Эти 20-50... А Суриково меж тем стоит. Да, эти 20-50 миллионов рублей можно было потратить на район дружбы, например, вот на эти все социальные объекты, да? Это можно потратить на Суриково, это можно потратить на студенческий проезд. А по Суриково я не думаю, что его в следующем году начнут, да? Потому что там еще... Как же, как же, как же. Как же, как же. Нам 21-м году говорили. Вот сейчас, как раз, 12-го числа, мы и будем обсуждать вот эти все вопросы, мы обязательно туда придем и зададим вопросы. А почему вы решили вот так, и почему вы не спросили граждан, почему вы не спросили тех людей, которые живут в этом городе? Вы решили собрать, сделать какой-то список из своих каких-то улиц и выложить их на общественное обсуждение, при этом не спросив граждан, почему надо вот сделать вот тут, а не вот тут, например. Почему надо... Люди вот сейчас просят, люди сейчас просят сделать улицу, вот правильно гражданка сказала, там в районе Красино, в этом районе. В районе путепровода, получается. В районе путепровода. Вот тот район, его совсем надо завершить, потому что мы там делаем какими-то точечными такими моментами, там тут немножко сделали, там немножко сделали, а завершить его надо в комплексе, про что у нас неоднократно нам говорили из правительства, да, что мы будем делать комплекс, но комплекс-то... Но вот с 16-го года мы этот комплекс не видим. Где этот комплекс-то? Его нету. У нас как было вот это разорванное одеяло, вот мы здесь чуть-чуть сделали, там чуть-чуть сделали, тут что-то поковырялись, да, а в итоге у нас комплекса-то нету, так либо давайте мы начнем все-таки это делать комплексно, либо давайте не будем об этом говорить никогда, что мы можем так делать. Ну, я не знаю, может быть, это прозвучит как реплика в защиту администрации, но, тем не менее, вот история с теми голосованиями, которые уже проходили, да, с 16-го года, Константин, вы говорите, что проводим. А это была положительная история. Да, там же были, наверное, улицы, которые не вошли в список по ремонту в какой-то из предыдущих лет, да, и, соответственно, они, наверное, передвигаются, то есть, может быть, на основании этих улиц в том числе формировался список, за который нам предложат голосовать. Я согласен, но у нас город, он не останавливается, он живет каждый год, и каждый год... И каждый год что-то ломается, где-то появляются новые дыры в асфальте, извините. Поэтому каждый год надо спрашивать у людей, спрашивать у людей, где вы хотите либо здесь сделать хорошо, либо там сделать хорошо. А когда у нас сейчас, а вот сейчас общественное голосование, чтобы вы посмотрели, да, хотят сформировать на все остаток практически до 22-го или 23-го года. До 22-го, насколько я помню. До 22-го, да. Ну вот уже на два года вперед за нас хотят решить. Хотят спросить граждан, но я не думаю, что в актовый зал придет очень большое количество людей. Я также большое количество людей ходит. Обязательно номер телефона посмотрю, да, и мы его в эфире, конечно же, озвучим, этот номер телефона. Давайте еще по дорогам, но вот прежде чем мы эту тему будем завершать, Дарья. И мне просто еще интересен этот участок, о котором тут на днях говорили по Дзержинского. Что-то там у них с обочиной произошло. Это совсем интересная история, да, как бы по Дзержинского ездят многие, и не только жители города, но и многие чиновники нашего и правительства нашей администрации, да. И вот на этот участок с вот этим провалом после ремонта, да, они, наверное, все видят. Ну, как бы его заметить, ну, невозможно просто-напросто, да, он с правой стороны находится. И мы сначала попытались, можно сказать, в устной форме решить этот вопрос. Сказали, что вот, ребята, есть, вот видите, провал, его надо как-то ликвидировать. Потому что участок вот сделали вот в течение месяца, и сразу образовался вот этот провал небольшой, да, как бы трещины там пошли. Вот, нам сказали, да, да, возможно, в ближайшее время сделаем. Прошел месяц, никто там ничего даже не приступил к ремонту, восстанавливать каким-то образом. А ГДМС успешно за это ремонт улицы Дзержинского получил свои денежные средства за работу, акты подписаны, все сделано, да. Пришлось обращаться, а больше вариантов сейчас нет. Вот так смотрим по диалогу с администрацией, со всеми, больше вариантов нет. Все через прокуратуру. Да, а как еще-то, чтобы было основание, чтобы были официальные документы, потому что если они устно не понимают, мы будем таким образом общаться. Вот по улице Дзержинского пообщались, как видите, есть результат. По остальным объектам также будем общаться, вплоть до выходить в суд. Ну вот смотрите, а там идут звонок, да? Слушатели у нас. Да, здравствуйте. Добрый день. Я хотел провал сказать. Сейчас ехал, перестроился. Помню, что там есть яма, ее заделали. О! Я говорю, результат... Прокуратура работает. Хорошо заделали, но сейчас ее нет. Ну вот спасибо прокуратуре в данной ситуации. Как бы я как благодарил, так и буду благодарить наш областной и районный все прокуроров. Только по той причине, что только таким образом мы можем решать задачи. Те, которые можно решать в течение недели, двух, трех. Но приходится решать через письма, через требования прокуроров. Спасибо большое слушателю нашему, что сообщил. За хорошую новость спасибо нашему слушателю. Даш, продолжай. То, что УДПИ дало пояснение по поводу того, что обочина – это непроезжая часть, и там по другой технологии выполняется укладка асфальта. Один слой асфальта и щебень. Ой, это такие приводят. Нет, ну просто если они сделали... Какие-то оговорки просто. Если они сделали сейчас то же самое, то где гарантии, что это опять через месяц не будет этого же самого провала? Нет, никакой гарантии нет. Они же делали время и покрытие. Так это и не обочина. Я не знаю, почему они так дали комментарии. Мы же с вами видим, там люди ездят. Если там все ездят, то какая-то обочина? В рамках полосы, дорожные полосы, получается. Это проезжая часть. Проезжая часть. Судя по фотографии, это вполне себе проезжая часть, правый ряд. Конечно. Если УДПИ утверждает, что это обочина, так извините тогда, так делайте, как обочина. А не асфальтируйте. А вы нормально там асфальтировали? В два слоя. На это есть и видео, и фотоотчеты. Что там производились работы. Ну, как-то так. Врут. Я еще хотела спросить у вас. Все-таки вот можем ли мы делать там выводы какие-то и дать какой-то анализ, ну, скажем так, изменению в подходах выбора подрядчика? То есть я помню, когда начиналась программа БКД, заходили же на ремонты, на участки какие-то и маленькие в том числе компании. И тогда предъявлялось много претензий и задавалось много вопросов по поводу того, а где же мы будем их всех искать, если они в следующем году там прекратят свою жизнь благополучную? Вот. Последний год у нас ремонтируют крупные наши подрядчики. Насколько я понимаю, там, в этом году ведь у нас Гордор Мостро и Вятавтодор, да? Два у нас, да? Ну да. Два основных подрядчика. Лучше стало... Почему основных-то единственных? Ну, единственных, я имею в виду, да. Так говорит, правильно. Ну, там просто, я так понимаю, что есть субподряды какие-то. Ну, это обычная схема, по которой они уже работают, наверное, с 16-го года. Мы можем оценить? Есть разница? Ну, вот смотрите, как бы, насколько это оценивается. Если это оценить по качеству выполнения работы, ну, разницы практически нету, да? Там, как бы, как выполняли, так и выполняем. Как есть проблемные участки, так и есть проблемные участки. Как реализовываем, так и реализовываем. А с точки зрения предпринимательской какой-то деятельности, там, конкуренции, конкурентной среды на сегодняшний день, да. Ну, я могу четко сказать, что наше действие и наши администрации, и правительство Кировской области в дорожной отрасли загубило конкурентную среду таким образом, да. Практически на сегодняшний день выходить на такие контракты, практически нет таких компаний. Их порядка всего трех-четырех компаний, которые мы знаем, да, там, из списка. Раньше их было больше, но с учетом, опять же, всех вот этих действий, укропнения лотов, выхода на данные, ну, как бы, на данные контракты подрядных организаций, которые контролируемые и администрацией города, и Министерством транспорта. Тем самым просто-напросто всю конкурентную среду дорожной отрасли загубили. Почему это плохо? Ну, это всегда, это, во-первых, мы никогда с вами не увидим экономию по аукционам. Это нечего ждать сейчас на сегодняшний день. Чем меньше конкуренция, тем меньше торгуются, тем меньше возможности сбить цену и выгодить какие-то деньги. Да, тем больше возможности закупить мусоровозы, тем больше возможности закупать какие-то элитные автомобили, да, у компаний. Мы это все с вами знаем, это все сейчас в публичном доступе, да. Тем больше возможности у других компаний покупать то, что, по сути, они должны и покупать. Они должны непосредственно заниматься ремонтом автомобильных дорог. И вот сейчас, на сегодняшний день, когда мы видим, что у нас нет конкуренции, нет конкурентной среды в дорожной отрасли, аукционы разыгрываются по максимальной цене, по максимальным лотам. У компании, те, которые выигрывают, они получают прибыль, они получают эту прибыль. Ну, хорошо же, наши компании получают прибыль. Ну, замечательно, да. Так эту прибыль либо эти компании должны распределять обратно в бюджет. Ну, вот мне интересно, какую прибыль получит в этом году ГДМС и получит ли они эту прибыль. Посмотрим, потому что, например, Виат Автодор на протяжении уже там всей своей жизни, можно так это сказать, да, как бы она там не менялась из ГУПа в акционерное общество, она никогда свою прибыль-то не показывает. Что такое у компании там с оборотами больше двух миллиардов рублей, два миллиона прибыли. Ну, что это? Ну, давайте сходим в соседние регионы, посмотрим там, Баш Автодор, тоже государственная компания. Коми, дорожная компания есть в Коми, да. Так они совсем другие прибыли показывают при таких же оборотных средствах. Перебью, Константин, полторы минуты у нас реклама, потом, наверное, к подрядчикам и вернемся, скорее всего. Константин Сичихин, Шамиль Бузиков в нашей студии. Это рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Подводим итоги сезона рабочего, да. Призываем горожан 12 ноября на следующей неделе высказать свое мнение по поводу того, какие участки дорог городских должны войти в список по ремонту на следующие и 22-й годы. Напоминаю, что это все пройдет в 17 часов в здании администрации, кабинет 299. Если вы не можете прийти, опасаетесь там, да, или плохо себя чувствуете, или просто не успеваете, можно позвонить по телефону 37-42-98. Заявки до 12 ноября принимаются. Пожалуйста, звоните. Есть еще адрес электронной почты. Почему-то природа-собачка-адмкиров.ру Хотя дороги, хотя ремонтируют дороги, но тоже природа отчасти, да. Константин в перерыве сказал, мы о подрядчиках говорим, да, и о конкурентной среде подрядчиков, которые наши дороги делают. Константин в перерыве сказал, что в Перми 15, по-моему, да, подрядчиков работает на городе, а у нас два. Да, вот я недавно был в Перми-то в этом году, там, летом, в общем, там, да, там 15 подрядчиков, там конкурентная среда, там падение на аукционах до 15, там 10-15 процентов. А это дополнительные деньги, которые на дополнительные участки направляют. Да, это дополнительные деньги, и качество ремонта вот не страдает, потому что там осуществляется добросовестный контроль со стороны заказчиков. Поэтому на сегодняшний день, вот один из примеров, не так далеко, я не говорю, там, давайте по России, там, Ханты-Мансис. Да, поедем. Вот Пермь рядышком, там по 15 подрядчиков работают на уличной дорожной сети, да. И как-то их всех контролировать успевают? И их успевают, успевают контролировать, они успевают так же все делать. И вопрос-то как раз заключается, почему у нас-то нельзя. Если мы разговариваем с вами про конкурентную среду, если мы разговариваем о том, что нам надо развивать предпринимательство, у нас есть отдельные национальные проекты по развитию предпринимательства, да, и поэтому только так мы должны. А когда мы в одной из крупных дорожных, ну, как бы, отрасли эту конкуренцию губим на корню просто-напросто, да, то, конечно, у нас здесь небольших-небольших компаний и предпринимателей никогда не будет. Будет все так, как на сегодняшний день происходит. И это можно и про содержание, про это говорить. Я не только говорю про ремонт. Вот посмотрите, что с содержанием у нас творится. У нас что по содержанию большого контракта по всей Кировской области выходит ВИАТ, Автодор, опять же, что по содержанию города Кирова, опять же, выходит ГДМС. И вот сейчас контракт, который на 150 миллионов отыгрывают. А сейчас мы к контрактам... Да, в ближайшее время он будет, да, как бы, я не думаю, что там будет большая конкуренция. У нас хоть раньше делали, пытались сделать вид, что там кто-то где-то 2-3 компании заходят и как-то между собой там падение на 1%. Так сейчас просто, без всякого сомнения, заходит одна компания, с ней заключается договор. Ну вот по этому новому, да, контракту. Это дополнительный контракт, мы выяснили это, да, у наших гостей. Да, это дополнительный контракт. Давайте просто слушателям напомним, что у нас вообще с этими контрактами. У нас, когда пришел Илья Шульгин, насколько я помню, при нем это уже было, было принято решение тогда не заключать договор по содержанию городских дорог на год, а заключать на более длительный период. Ну, он тогда с заключением договора на 20 месяцев, он как раз сдвинул контракт именно на летний период. Это с нашей точки, и с моей точки зрения, это правильно. Ну, всех валили тогда это решение. Да, мы всегда отыгрывали под конец года, всегда надо было спешить, потому что уже снега, полгорода было завалено, а подрядчика не было, либо там какие-то вопросы. То летом это более лояльно и для городской власти, и для жителей, как бы это правильно было сделано. Ну, и потом говорилось, по-моему, что очень верно, что тот человек, ну, та компания, которая будет содержать улицы зимой и высыпать на него песок и соль. Вот, очень хорошо, что та же самая компания будет летом работать, потому что она задумается о том, что именно ей придется убирать весь этот песок и соль. Заметно ли, что она задумалась? Не знаю, ну, вот 20 месяцев тогда был первый, потом, по-моему, было... У нас в июле этого года, да, закончился очередной контракт? Да, в июле этого года закончилось, ну, где-то в конец июля, начало августа, мы в августе перезаключили контракт, Шамиль может про это рассказать. Да, Шамиль, Шамиль, кто сейчас у нас город содержит? Никто. Как никто? Ну, что, содержится, что ли, кто-то ездит? Ну, вы реально что-то видите? Какие-то движения? Ну, я периодически вижу машины, которые подметают улицы. Ну, и как? Так, качество качеством все довольны? Нет. Ну, значит, не делается то, что надо. Да кто-то же ездит. Ну, да. Кто-то же деньги получает. Кто-то же деньги-то получает. Да, контракт там, контракт по содержанию, что и на 20 месяцев, что и вот сейчас, который заключили в августе месяце, там, порядка 500 миллионов рублей, заключили на год, это контракт заключен с городом Ормонстроем, с организацией администрации города Кирова. Когда они все успевают, и дороги ремонтировать, и содержать, и подметать, и... При этом техники-то у них не так и много, чтобы они там не заявляли по 158 единиц автомобильного транспорта, да, ну, их реально, их столько нету, и как бы на это есть подтверждение, и документальное. Можем запрос сделать, наверное, ответят, что столько машин нету, как бы тут что врать-то. Но суть-то не в этом, суть в том, что вот сейчас, например, тот контракт, который разыгрывается на 150 миллионов, да... Значит, на 500, контракт примерно 500 миллионов, это то, что было в августе, и это на год. Да, это на год. И вот сейчас опять контракт разыгрывается на 150 миллионов. Это дополнительные деньги. На уборку снега, там, очистки мостов, путепроводов, водопропускных труб, порезку кустарников, да, это вот... Ну, как бы я не... Может быть, это дополнительные деньги, да, но это тоже надо делать, и это тоже надо содержать. То есть тот контракт, который не было? Вот, вот, вот просто как раз, вот, посмотрите, у нас с вами разрыв, получается, между тем контрактом и этим контрактом... Два года почти. Да нет, три месяца там, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, получается. Три месяца разрыва неполных, да? Но за эти три месяца, по сути, получается, в городе никто не чистил мосты, не убирал путепроводы, не чистил водопропускные трубы, не подстригал кустарники. У нас, потому что в том контракте этих видов... Нет, это было в контракте, который на 20 месяцев ключом... Который в июле закончился. А тот, который закончился, и тот, который был новый заключен, вот этих видов работ не было. В новом контракте, который до 500 не был. По сути, мы три месяца с вами жили. У нас с этим никто ничем не занимался. Вот теми видами работ, которые заключены в контракте на 150 миллионов рублей. Я даже не знаю, есть ли смысл спрашивать так, почему происходит-то так? Это так задумано? Нет, почему задумано? Скорее всего, это халатность. Потому что по-другому ты никак не назовешь. У нас был старый контракт на 20 месяцев. Что нужно было сделать? Да просто взять оттуда техническое задание тупо. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну так, в кавычках. Чисто банально. Прийти и разыграть новый контракт. И, соответственно, никакого разрыва бы не было, никаких вопросов не было. Сейчас что получилось? Заключили новый контракт на 500 миллионов. Ровно на год в нем, в этом новом контракте, тех предыдущих работ не было. То есть он, проще сказать, неполный. А раз он неполный, соответственно, подрядная организация выходит, начинает что-то делать. Ее спрашивают, а что вы кустарники не подрезаете? А что вы там, мосты не чистите? А они говорят, так погоди, в техническом задании этого нет. Они, о, е-мое, что делать? Ну давай новый контракт будем делать на 150 миллионов на остаток. Чтобы вот эти виды работ у нас выполнялись. По-другому-то как это объяснишь? Ну ведь никак. Ну забыли вписать, заново вписали и разыграли новые. Вот и все, вот и ответ. Это все замечательно, но давайте не будем забывать, что у нас есть и федеральное законодательство, в котором прописано содержание дорог, путепроводов. А путепроводы и мосты это опасные объекты. Они обязаны быть в содержании. Да, случись что, а случись как, как бы за этот период времени. Всякое бывает. Это все надо соблюдать. По сути, получается, есть регламенты у самой администрации города Киров, в которой четко все прописано, утвержденной думой и администрацией, где прописано, как это все содержать и в какой период времени. А по сути, получается сейчас, ну и я вот нигде не могу найти, вот эти три месяца, вот эти виды работ, их просто никто не выполнял. А если кто-то и выполнял, тогда либо это сейчас будут оплачивать им задним числом, каким-то образом акты подписаны, опять какой-то такой мухлеж небольшой пойдет, каким-то образом, потому что и значит, получается, что у нас контракт на 150 миллионов рублей уже 100% выиграет ГДМС. Если они уже делали эти виды работы, теперь им получается... И вот смотрите, у нас вот сейчас вопросов-то много накопилось, и в ближайшее время, но сегодня-завтра мы все равно придется нам обратиться опять к нашей прокуратуре области за то, чтобы попросить разобраться в этой ситуации, а почему так все произошло-то. Может, мы где-то не доглядели, где-то не досмотрели, может, они где-то не доглядели, но, по крайней мере, вот на сегодняшний день, изучив два контракта, изучив контракт, который был на 20 месяцев ранее, мы понимаем, что вот эти виды работ, которые в этом контракте на 150 миллионов рублей, их просто нету. Их нету в контракте, который был заключен в августе месяце. Вот если вернуться к этому контракту на 20 месяцев, тут неоднократно и Шульгин сам, и все руководители ДПИ, которые у нас здесь бывали, говорили о том, что вот этот контракт 20 месяцев, он даст возможность подрядчику... Приобретать технику. Нет, они же приобретают. Ну, то есть вот они за время этого 20-месячного контракта вот прям нормально приобретали? Так нет, если честно. Нет, если прибыли нет, так как можно приобретать? Ну да, если прибыли нет, так откуда они будут приобретать, если они прибыль расходуют на другие нужды, да, как бы... Если прибыль всего 2 миллиона рублей, то как? Ну, это «Виат Автодор», я не знаю, в этом году сколько они покажут. За 2 миллиона рублей что мы можем купить? Одну какую-то машину? Нет, ГДМС технику приобретает. ГДМС постоянно отчитывается. Они приобрели в том году, приобрели в этом году. Как бы и то положительная тенденция есть. Я не говорю, что все очень плохо. Есть положительная тенденция о том, что мы... Есть обновление парка, есть закупка новой техники, но мы не забываем, что та техника, которая там была 5 лет назад, она же тоже стареет. И вот этот объем техники, который закупается, в кавычках, да, там, он все равно как бы не хватает. Его не хватает для города, его не хватает для содержания. И его надо закупать в 2 раза больше, в 3 раза больше, по моему счету. — Кстати, про деньги я вот все-таки хотела спросить. Мы с Дарьей Дейхирой это обсуждали. Даша меня спросила, не кажется ли мне, не маловато ли 150 миллионов рублей вот на тот перечень работ, который записан в аукционном задании. Я напоминаю, что там помимо вот то, что было озвучено Константином, да, это и прочистка ливневок, и содержание там путепроводов мостов, и ремонт дорожного покрытия, вырубка кустарников. Там еще установка недостающих или замена существующих автопавильонов. Я так понимаю, речь об остановках идет. — Да, там... — Ограждение. — 30 штук. — Да, но нет, вот честно, это как бы стоит. Вот вся сумма, которая там 500 и 150, это больше. Это больше даже того, что выделялось там 2-3 года назад. Потому что у нас в среднем содержании это было годовое 430-470 миллионов рублей. — Да, но при этом не будем забывать, что на те деньги, которые выделялось, как нам тут про квадратные метры объясняли, про упорку. — Сейчас, получается, на год нам у нас порядка 650. — То есть должно быть стать получше? — Да, должно быть стать получше. Вот и посмотрим, насколько это должно быть стать получше. Согласно дополнительного контракта, да, там порядка 30 павильонов поменяют. Где их нету, туда поставят новые, где они в аварийном поставят. Положительная тенденция. Там, ну, конечно, учли всю ливневую канализацию, что раньше не было. — 30 секунд. — Там общий список ливневой канализации, да. Как бы в этом есть положительные моменты. И надеюсь, что мы идем в лучшую сторону. — Денег больше потратят на наши дороги. Может, снег будут лучше вывозить. Уже обещают скоро. — Да. — Спасибо большое. — Если снег будет. — Нашим гостям. Константин Сичихин и Шамиль Бузиков. Это рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Затем мы и следим. Первый час разворота завершается.